Дочь убитой Ирины Ноздровской Анастасия сегодня созвала прессу. Журналистам она сообщила, что у нее и ее адвокатов есть большие сомнения о том, что именно Юрий Рассашанский убийца ее матери. Почему, выяснял Данил Снисер. Сомнения в виновности Юрия Рассашанского защита потерпевшей стороны выразилась сразу после задержания. Свою позицию адвокаты и дочь Ирины Ноздровской не изменили. Главные аргументы, данные материалов по делу, не совпадают с показаниями подозреваемого. Мне кажется, что это не он. Материалы справа не сбегают с тем, что он говорит. Моя мать, прежде всего, боролась за справедливость, а не именно с Рассашанскими. Поэтому я не могу рассмотреть эту версию как главную. По мнению адвокатов, для обвинения следствие назначила предполагаемого убийцу. Других заявленных защитой лиц в качестве подозреваемых правоохранители даже не проверяют. Дочь Ноздровской утверждает, следственные органы отказываются предоставлять все материалы по уголовному делу. Я хочу обратить внимание на то, чтобы и попросить, чтобы моих представителей и меня допустили до расследования этой справы. Потому что в полном обществе с материалами и справами мы не были ознакомлены. Нам дали 10-15% материалов от общей количества. Адвокаты просят правоохранителей обеспечить безопасность стороны защиты и Анастасии Ноздровской. Уверяют, неизвестные ведут за ними активную слежку. Когда мы начали вступить в эту справу, как представители потерпели, на нас начал действовать психологический тиск. За нами постоянно следуют. Мы не знаем, кто это следует. Нацполиция сегодня прокомментировать эти заявления отказались. Мол, на все вопросы замглавы нацполиции ответил еще вчера. То, что касается тех реальных представителей, которые подтверждены как представителем потерпевшей, им никто не запрещает обратиться к следствию, обратиться в следственное управление, к процессуальному руководителю и получить разрешение на ознакомление с теми материалами, которыми есть в уголовном производстве. В полиции заявили, следствие продолжается. А в виновности Юрия Рассашанского правоохранители не сомневаются. Он свою вину полностью признал. Да и экспертиза доказала наличие ДНК подозреваемого на теле Ноздровской. Напомню, правозащитница Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Ее тело обнаружили в реке возле села Демидов со множественными ножевыми ранениями. Покойная вела дело по ДТП, в котором погибла ее сестра. Виновным тогда признали Дмитрия Рассашанского, сына предполагаемого убийцы Ноздровской. Данил Снисер, подробности, телеканал Интер.